Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Заглавлен он под названием «Что сейчас происходит на рынке еврооблигаций?». В некотором смысле это продолжение вебинара, который мы проводили примерно три недели назад, в середине июля, с, может быть, более провокационным названием «Российские еврообонды за полуцены». И проводили мы его совместно с компанией ITI Capital. И сегодняшний вебинар тоже проводим совместно с ITI Capital. Вебинар тот вызвал очень большой интерес слушателей, было много участников, было много вопросов, и мы его поэтому решили повторить. И с нами снова член Совета директоров ITI ПЧТУРГУ КОСЯ. И помогать ему будет инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Искандер тоже имеет огромный опыт работы на фондовом рынке, поработал и в «Тройке», и в «Ренессансе», и в московском офисе UBS. Ходил по разным опросам в пятерку лучших стратегических аналитиков. Активно дает комментарии Форбсу, РБК, Блумбергу и другим лидерам массовой информации, конечно, в том числе Сибанду. Решили мы в этот раз обойтись без презентации, потому что была очень подробная и интересная презентация в прошлый раз. По сути, аналитический материал на эту тему можно найти в нашем Research Hub от имени ITI Capital. Там очень подробно были расписаны механизмы, которые разными компаниями, санкционными, неподсанкционными, применяются для осуществления выплат по своим внешним обязательствам. Давайте вкратце. За эти три недели, с 14 июля, что изменилось? Какие значимые новости прошли? То, что мы тогда обсуждали, что нового поверх этого за эти три недели прошло, если что-то было? Мы, со своей стороны, решили, что, особенно в текущей ситуации, будет достаточно важным, если с нашей стороны также присоединятся коллеги из аналитического департамента, потому что мы и на первой встрече, я часто делал к ним отсылку, что по этим вопросам лучше к ним, по этим вопросам лучше к ним. Поэтому на этот раз подумали, что можно тогда уже сразу вместе. И второй важный момент, который есть, это в том, что действительно за последний, особенно, месяц ситуация изменилась тем, что мы так разделяем на 22 июня, до и после, с точки зрения того, что до 22 июня были разные точки зрения, начиная с 22 июня и с лагом, там, в одну неделю, вышло несколько документов. 22 июня имеется не 1941 год? А 2022. Дальше, начиная с лагом, там, где-то в неделю-две и до 14 июля выходили различные нормативные документы, которые как раз переводили историю с российскими евробандами из формата гипотез в формат регламентированных действий. И дальше уже начало появляться достаточно большое количество и, скажем так, отличий и нюансов в зависимости от эмитента, в зависимости от, там, валюты и так далее. И в рамках этого есть, там, две точки зрения. Они обе, мне кажется, имеют право на жизнь. Одна точка зрения – это, скажем так, одна группа точек зрения «я там», которая исходит из того, что в общем и целом все понятно, в деталях отличий есть, но через какое-то количество времени все к чему-то одному точно придут. Вторая группа – это, в частности, коллеги, которые исходят из того, что все детали важны. И каждая из этих деталей нам дает определенную важную информацию с точки зрения именно практической инвестиционной деятельности, вот на что сейчас смотреть, что сейчас уже там не стоит инвестировать при наличии возможности, а что еще имеет там определенный апсайт. При этом есть очень важные инвестиционные истории, в которых вот без детального понимания того, что происходит, невозможно даже гипотезы построить. А именно там, кто из эмитентов максимально близок тому, чтобы объявить выкуп бумаг, а кто, если будет выкупать, по каким-то ценам может выкупить. Это как раз история, в рамках которой у вас конкретно инвестиционная идея. Если эмитент объявит buyback, у вас инвестиционная история не на 3, 5, 7, 8 лет до 42 года, а инвестиционная идея на 3 месяца или на 6 месяцев. Поэтому в рамках этого, я думаю, что мы сегодня как раз вдвоем и сможем дать то содержание рынка, которое есть на текущий момент. И, соответственно, если в ближайшие 3-4 недели будет также динамичный рынок изменяться, то с вами с удовольствием через 3-4 недели еще раз увидимся и обсудим, что изменилось за эти 3-4 недели. Искандр, вы хотите добавить основные события с 14 июля? – Да, спасибо, Кочетву. Приветствую, Сергей. Самое главное, я считаю, потому что у нас повторительная работа закончилась, как понятно, сколько 4, 22 июня, 5 июля 14. Что происходит в последнее время, самое главное, это именно кооперативные события. Кооперативные события, которые двигают, так сказать, внебиржевые цены на еврооблигации. И в основном эти кооперативные события касаются несанкционных эмитентов, в том числе ФосАгро, Лукойл, Евраз, Полюс, которые именно направлены во многом на позитивные. Новостные потоки, прежде всего это обратный выкуп. Вспомним историю, когда Лукойл объявила о выкупе всех своих выпусков с номинальной стоимостью почти что свыше 6 миллиардов долларов или исходить в текущий дисконт, я думаю, там где-то их будет с миллиардов с копейками. ФосАгро частично выкупает и в дальнейшем это будет делать. Поэтому, как сказал правильно, формируется линейка бумаг, которые, вероятно, возможно, уже до конца года закроют все свои текущие выпуски. Из таких наиболее ярко выраженных, это надо смотреть именно подсказка для наших слушателей и текущих будущих инвесторов, это именно эмитенты, которые имеют ограниченные, прежде всего, выпуски, не санкционные, а ограниченные выпуски, и экспорта ориентированные, и чьи активы, если не напрямую находятся за рубежом, но чья деловая активность, те прибыль, помимо того, что не экспортные, также заточены на зарубежные, дальние зарубежные рынки. Это, соответственно, снижает демотивацию в случае невыплат, который, естественно, присутствует для санкционных комитентов, и в основном это банки, отдельные наши экспортные компании, государственные организации, кроме госпоминства. Для них, конечно, эта история не актуальна. Поэтому в этой линейке сразу мы можем или обсудить это уже отдельно, кто из потенциально, мы можем это отдельно переговорить. А поэтому основная новостная лента, что и двигала, в принципе, котировками, напомню, что практически за неделю очень сильно выросли, это тоже ответ на вопрос, что произошло за месяц, за неделю очень сильно выросли цены на суверенные валютные еврооблигации, так кривая где-то в среднем выросла за неделю на 15-20% пунктах. И уже практически установилась минимальная средняя цена, скажем, по России 29, не ниже 50% от номинала. Естественно, уже по такой цене вы не купите, но это примерно средняя цена, по которой дает блондин. Напомню, что в начале марта такая средняя минимальная цена не превышала 20% пунктов. И вот последний месяц как раз был очень такой большой ценовой скачок. Я бы выделил пару месяцев, когда он происходил, это именно как раз было где-то в апреле-майе. Мы сейчас говорим про цены во внешнем контуре, то есть как бы цены... Да, совершенно верно. Хорошо, что меня здесь подправили. Это непосредственно касается именно выпусков через Евроклир для нерезидентов, для держателей не в НРД, где цены уже достаточно близки к историческим максимумам, где доходности уже достигают новые свои низы, где ситуация органически проходит в своем развитии и где... К чему, естественно, будут стремиться и цены в Евроклир для нерезидентов. Процесс такого как бы сближения этих цен, он все-таки идет. То есть какой-то арбитражный механизм, я так понимаю, заработал, и мы видим, что эти цены сближаются. Знаете, я можно здесь добавлю, здесь, знаете, насколько они сближаются, тут такой вопрос творческий тем, что бумаги в России убегают тоже вперед. То есть тут и такая картинка у нас есть. Есть очень важный момент, который произошел за последний месяц. Он, мне кажется, такой критически важен с точки зрения именно цен на бумаги, которые во внешнем контуре. Это то, что у вас есть две группы инвесторов. Одна группа инвесторов – это люди, которые покупали в марте, апреле, в мае. Те, кто покупал агрессивный актив, исходя из того, что риск существенный, но абсолютно интересный. Это, скажем так, агрессивные инвесторы. Ну, прошу правильно понимать слово «агрессивные». Но те, кто там агрессивные инвесторы, которые говорят, я хочу заработать там X2, X3. Вот туда захожу. Одновременно с этим есть гигантская категория людей с огромными активами, которые относятся к своим активам как к чему-то более консервативным. Слушайте, вот эта там ковбойская история мне неинтересна. Я подожду, пока будет что-то более-менее понятно. И в ситуации, когда у вас с конца июня по середину июля процесс регламентируется, то для консервативных инвесторов это уже становится активом, по которому не… там нет вопросов «заплатят» или «не заплатят». Там есть вопрос «заплатят», там «пропущу один купон» или там «может быть два пропущу». «Получу тело по расписанию» или там плюс-минус какое-то количество дней. И таким образом на рынок пришли относительно консервативные инвесторы, которые первые решают проблему, куда инвестировать при желании инвестировать в валюте внутри страны, имея ограниченное предложение. При этом исходит из того, что есть, опять же, для примера, суверенка, которая в НРД торгуется с доходностью 2-3%, во внешнем контуре она торгуется с доходностью 20%. Чего говорится, что один купон пропущу, два пропущу, но уже механика понятна, дальше будет его реализация. Соответственно, чем шире категория людей, которые покупают, при этом спрос у вас увеличивается, а предложение, оно достаточно как было ограничено, так оно и есть. И сейчас с точки зрения предложения, оно уже в определенной степени сформировано и формируется из тех, кто покупал тогда. По 20-30 покупали, сейчас уже за полгода у вас у кого-то x2, у кого-то x3. Можно продать дальше тем, кому нужна меньше премия за риск, потому что уже риск другой. Соответственно, основное, что за последний месяц произошло, это, безусловно, движение цен. Получается, у нас те же подавцы в чем-то, но много новых покупателей. С точки зрения много новых покупателей, то есть было за последнее время несколько инициатив от Банка России в плане ограничения спроса. Правда, это пока не принято, но планировалось очень существенно повысить порог входа в так называемые квал-инвесторы. То есть если это сейчас 6 миллионов рублей, то называлась сумма 30 миллионов рублей. А подобные бумаги, они автоматически могут покупаться только квал-инвесторами. И вот нас в Ленце спрашивают, кстати, всех призываю задавать вопросы, если они есть. Сегодня был опубликован некий, честно говоря, еще внимательно не смотрел, что Банк России сделал пресс-релиз, что он ограничил некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке. Вот это какое-то влияние на снижение спроса имеет или пока нет? Знаете, давайте я попробую ответить, если если она захочет добавить по какой-то части. Часть первая с точки зрения квал-инвесторов. Смотрите, какая у нас есть картинка. У нас есть активы, которые европанды в евро, самые маленькие, лот 100 тысяч евро. Подавляющее большинство представленных из всех выпусков эмитентов, подавляющее большинство в долларах с лотами 200 тысяч. Мы сейчас не говорим про валютную секцию на МВБ, которая существует, живет в своей жизни. При этом, если у нас инвесторы, которые покупают один лот, да, такие есть. Есть ли среди них те, у кого это 100% инвестиционного капитала? По моему ощущению, нет. Если есть, то это статистическая погрешность. Поэтому, если мы говорим о том, что если бы квал был бы, много бы, но тем не менее, квал был бы не от 6 миллионов, а от 30, то я не могу сказать, что это бы как бы изменило картину. Потому что, опять же, в России достаточно много новых инвесторов, но среди этих новых инвесторов относительно большое количество тех, кто относительно недавно на рынке, но с небольшими суммами. Среди квалифицированных инвесторов именно с активами люди, которые понимают и значение различных слов, типа диверсификации и так далее. Поэтому нет, это бы никак не повлияло. У нас все 99% инвесторов евробанды, все прошли бы порог и 30 миллионов тоже. Второй важный момент, который есть, это в том, что касательно истории про утренний пресс-релиз, он важен для нас, для нас, как для лицензированных брокерских компаний, любое решение, предписание и действие регулятора, оно является критически важным. Поэтому на данный момент с нашей стороны коллеги, которые уполномочены заниматься этим вопросом, они, соответственно, сейчас готовят подробную инструкцию для нас внутри с точки зрения того, как это влияет на какие-то процессы именно с точки зрения продажи бумаг, с точки зрения реализации бумаг, потому что базовая история утреннего пресс-релиза – это убрать навес. Если мы говорим, например, про евробанды, то там по факту нет такого понятия навеса, потому что мы, и даже при наличии огромного желания, не можно переставить бумаги из Евроклир в НРД и продать их. Мы к этому не относимся. При этом, опять же, детальный ответ на пресс-релиз СБ и информацию, это, соответственно, наши коллеги делают. Я думаю, в конце сегодняшнего дня мы будем точно понимать, к чему именно это относится. Если говорить про механику того, как мы работаем с точки зрения евробандов, то вся история наших контрагентских взаимосвязей, она, по-моему, некомпетентна и неуполномоченна по данному вопросу. Она к нам никак не имеет отношения. Но, опять же, коллеги подготовят более подробно, и мы сможем дать ответ. Ну, добавлю, что навес, то, что сейчас было в ЦБ, вы имеете с утра, по поводу полугодового моратория, это больше именно касательно расписок. Там говорится тоже о ценной бумаге, но речь идет о расписке, потому что это именно реальный объем. Как раз мы первые, кто его оценивал, там получалось 120 миллиардов. Всего расписок из них где-то примерно 37 миллиардов, это дружественное. И вот этот объем достаточно существенный для российского фондового рынка, с его средним объемом торгов не больше полмиллиарда в день. И, соответственно, этот навес, он показал, что он мог сделать за несколько дней начала августа. Поэтому сейчас они все это притормозили, чтобы изгладить волатильность. Это будет ограничено продаваться в малых объемах, в малых дозах и растянутого времени. Для облигаций это не имеет никакого отношения. Это, наоборот, в случае Евроклира, это, наоборот, исчезающий вид. И, соответственно, его множество в российском рынке через НРД будет просто только происходить через замещающие облигации, чья программа была недавно инициирована, с Совкомбанком еще в апреле, недавним Медлупиком, и планируется среди таких или санкционных, но в основном санкционных эмитентов. А так это, естественно, наоборот никак не будет влиять на объем. Поэтому под ограничение малая вероятность попадет. Прямое ограничение. Я сказал подробнее про механизм замещающих облигаций. То есть, как бы, не знаю, в целом, такая механика, как это будет работать, и, может быть, разбор конкретных кейсов, которые вы упомянули, ПИК, Совкомбанк, вот как это будет работать? Ну, здесь какая задача? Здесь задача, есть закон, да, закон, установленный президентом, это все в рамках 430-го, да, 5-го июля, которое делает необходимым выполнять свои обязательства. Внешние обязательства, это имеет, соответственно, замещающие облигации определяют объем выпуска, который должно быть замещен через данный выпуск в той же валюте, да, но по законодательству Российской Федерации, да. И, соответственно, все выплаты производятся в рублях, как и купонные, так же, скорее всего, как и погашень. В рублях по курсу, соответственно, валюты. То есть, если это долларовый инструмент, то, как бы, это остается, как бы, номинально купон в долларах, но выплата существуется в рублях, исходя из курса, да? Да, да. Или это может быть выпущено, как показал Русал, в дружественной валюте. Хотя бы, я бы здесь не смешивал уже все подряд. Русал – это уже отдельная история, но это просто тоже пример, что можно сделать выпуск, да, облигаций. В случае Русал – это не замещающая облигация, просто Русал – это, так свобода, первый тестовый выпуск в дружественной валюте. Но я к тому, что замещающие облигации, помимо рублях, они также могут выпускаться и в дружественных валютах, и, скорее всего, как в юане, да. И это, кстати, очень будет актуально для экспортеров, и прежде всего санкционных экспортеров, как, например, Северсталь, ММК, да, учитывая еще также переориентацию на азиатский рынок, что неизбежно, это также будет провоцировать, увеличивать экономический смысл этих перевыпусков. В случае ПИК, если брать конкретные примеры, был выпущен вполне успешно, чуть меньше, правда, суммы, изначальные оригинальные суммы, которые были выпущены как еврооблигации. Соответственно, что у нас еще было? У нас был Совкомбанк, они практически замещают все свои вечные облигации через локальный выпуск бандовых облигаций. Ну, и вполне эта история будет дальше развиваться для всех санкционных эмитентов, прежде всего санкционных эмитентов, которым необходимо сделать перевыпуск и для того, что для них уже практически, естественно, закрылся мост Euroclear, и для них основное это рефинансирование и выплаты в рублях. Поэтому это в основном будут экспортеры и банки. Ассоционные экспортеры и банки. А вот если, как бы, ну, вот есть такой, условно, апокалиптический сценарий, что вводят санкции на НКЦ, фактически, как бы, исчезает внутренний рынок валюты на московской бирже, и вообще, как бы, понятие курса доллара, оно может просто потерять смысл, по крайней мере, на какое-то время в стране. Что будет в этом случае вот с этими замещающими облигациями? Можно? Позвольте попробовать ответить. Знаете, это прямо совсем разные истории. Прямо совсем разные истории. С какой точки зрения? С точки зрения того, что базовый смысл замещающих облигаций, он очень простой. Есть эмитент, у которого есть держатели долга, дальше эмитент держатели долга, и говорит, слушайте, я на территории Российской Федерации могу как-то с тобой рассчитаться, поэтому держи локальную бумагу. Дай мне свою, если свою дать не можешь, потому что контрагент последствия не дает, тогда уступи право требования по нему, я тебе вот это даю. Все, на этом вопрос закончился. При этом принципиально важно не ухудшать условия держателя долга. Соответственно, я ему должен, там 100 долларов, я говорю, слушай, я теперь должен то же самое, но плачу в рублях на дату курса какой будет. Это как бы одна часть. Вторая часть, это уже с точки зрения курса. С точки зрения курса, это вопрос уже не только по Европандам, но и в принципе по любой части взаимодействия с внешним миром, где у нас есть какая-то история, связанная с тем, как считать этот курс. Курсы, мне кажется, могут быть совершенно разными. При этом я, наверное, здесь скандарт добавить, но я бы не говорил, что если у нас НКЦ попадет под санкции, можем докрутить апокалипсис, давайте вся Мосбиржа попадет, вообще все, что может, попадет, то у нас дальше может быть курс, который просто будет не рыночным, а он может быть фиксированный, может быть фиксироваться, в день три раза его можно называть, он может быть межбанковским, можно выбрать три участника или десять участников, те, которые еще имеют какие-то возможности, говорить, вот эти три участника будут определять курс. То есть здесь уже вопрос того, насколько наш регулятор, который со своей стороны говорит, что мы будем держать курс таким, какой он есть, максимально долго, вот когда это долго закончится и что тогда решит регулятор с точки зрения наличия возможных инструментов. Мне кажется, здесь это слишком большое гадание, какие тогда инструменты будут у регулятора, чтобы курс оставить хоть немножечко похожий на рыночный. Ну, слушайте, инструменты всегда будут, можно, в общем, фактически основной валютой сделать юань, на самом деле можно проще сказать нашим слушателям, как будет еще проще, как-то сказать, что ситуация с МКЦ это примерно состояние курса, которое уже происходит для нас с вами, физиков, на реальной жизни. Это обменники, ограниченный доступ к экономичной валюте, комиссий на переводы и прочее. Это, своего рода, новая нормальность, в которой окажется и фондовый биржевой рынок, срочный рынок, потому что, естественно, валютные активы не будут приниматься в обеспечение, как было с евро против санкции, когда были виски, против НРД, и, соответственно, это закроет доступ в возможность, чтобы, если у вас, например, валютные еврооблигации, вы не сможете их ввести для обеспечения. Поэтому, но это не касается замещающих, потому что они выпущены внутри Российской Федерации. Поэтому это вопрос, больше, главная боль для профучастников Межбанка, но не для инвесторов и клиентов. Окей. Еще один такой кейс. Недавно держатели евробандов, долларовых евробандов полиса одобрили возможность осуществления выплат в альтернативных валютах, то есть там в евро, в швейцарских франках, в фунтах или в рублях. Вот что это вообще значит, то есть какова практическая ценность этих вещей, типа как бы в разных валютах, даже недружественных в разных валютах условия могут быть разные, что долларовые платежи будут заблокированы, а там в фунтах можно быть. Это вопрос лицензии, вопрос лицензии, потому что напомню, например, Газпром платит, почему он платит евроклир, например, свободно, или тот же полис платит свободно, или кто еще у нас там Евраз, Фостагра, у них есть лицензия от британской организации ОФСА, и она позволяет беспрепятственно для европейских банков проводить эти платежи в пользу бенефициара. Соответственно, возможно, переход на отруговую валюту, это как раз получение возможно дополнительной лицензии, и на соответственно на ту валюту, которая будет происходить, платеж, или расширение линейки европейских лицензий, которые это позволят. Я пока просто гадаю, как один из вариантов, чтобы избежать возможной блокады, потому что я почему-то в случае Винфин не мог платить, потому что американский ОФСА, ОФТИ, он не проделал лицензии. Поэтому это вопрос лицензии, я думаю, скорее всего, чтобы гарантировать себе платежи, мои предположения. Здесь я, наверное, добавил такой важный момент, в том, что за последнее время уже у ряда компаний были прямые взаимодействия с держателями долга, что, в принципе, является таким новым словом в мире европандов, где до этого это было совершенно непринято. И, опять же, наши в этом плане эмитенты большие первопроходцы в определенном смысле тем, что разговаривают с держателями долга не через трости или каких-то иных участников, а напрямую выстраивают с ними диалог. Кто-то выстраивает диалог на тему «давайте купон перенесем», кто-то выстраивает диалог на тему «выкупить», кто-то выстраивает диалог на тему иных каких-то корпоративных действий. Поэтому здесь в рамках этого, когда вы выстраиваете диалог, то у вас иногда даже, знаете, сам факт выстраивания диалога дает достаточно импульс к движению цены, потому что становится понятно, что кроме тех больших механизмов типа замещающих или иных, у вас есть эмитент, у которого есть прямая связь с держателями долга, с которой он может в случае необходимости о чем-то легко договориться. Не сможет завтра платить в долларах, в иенах, еще в чем-то, сможет платить только в юанях. Все же, связь прямая есть, можно за один день устроить голосование среди держателей и сказать, что до этого платили в это, а теперь давайте будем платить в это. Все, связь есть, это дает дополнительный импульс к тому, чтобы за этой бумагой, этого эмитента пристально смотреть, как за историей, в которой неизвестного и того, где мы можем гадать и угадывать, сильно меньше. Если что, напрямую пойдут и договорятся уже по этому вопросу говорить. Ну и чтобы еще дефолт избежать, потому что если вы договоритесь заранее, что вместо евро будет платить 2 франка в другой иную валюте и пропишите это меморандуме, согласуете, в случае связывать это с лицензией, блокировать платеж евро, известно, будете платить в другой иную валюте, о которой уже говорили ранее. Спасибо. Упомянули уже как бы недавний инструмент облигации русала в юанях на внутреннем российском рынке. Причем там, кстати, что интересно, там изначально уже зашит механизм, что эмитент может платить в юанях, а может, если инвестор хочет платить в рублях по курсу юаня на соответствующую дату. Но, тем не менее, вот инструмент такой как бы достаточно новый и необычный, то есть это валютная облигация в валюте, ну, наверное, главной мировой валюте после доллара и евро выпущена на локальном российском рынке по локальному российскому праву. Насколько эти инструменты как бы нравятся, насколько они кажутся интересными? Я просто вкратце скажу касательно последнего выпуска, я могу сказать, что объем был большой, исходя из того, что индикатив был 5, разместились по купону 4, это первое проходит с 30 миллиардов рублей, два выпуска вообще. Я думаю, что это актуально и это будет необходима часть инструментов денежного рынка для того, чтобы банки и профучастники могли переводить свои активы в дружественную валюту. Поэтому и только начало и спрос будет расти, а как нужно же рыночные инструменты, как и короткие юрации, короткие рыночные инструменты, и более длинные, как в случае облигаций. поэтому это лишь только начало. Использы будут высокие. Как думаете, это будет только в юанях эта история или еще в каких-то дружественных валютах это может быть? По идее валюта должна отображать торговый баланс, соответственно экспортной составляющей компании, должна быть какая-то логика привязки. Поэтому если там например будет также активное торговое отношение в случае нефти и нефтепродуктов с Индией, то вполне индийские рупи здесь имеют место быть. и соответственно валюты ближнего зарубежья. У нас на радаре это самые актуальные казахские тенге, белорусские рубль. Что-то такого если следовать логике. на счетах российских банков должны быть достаточные остатки в этой валюте, чтобы было интересно куда-то его размещать. Потому что я вот сомневаюсь, что у российских банков так уж много армянского драма на счетах, что в России выпуск армянских драмах. Хорошо, а еще вопрос, он такой может быть мы сейчас чуть-чуть отвлечемся, а потом уже пойдем по вопросам, которые нам накидали в ленту. Вот как бы берем российского инвестора, который хочет инвестировать не в рублях, хочет инвестировать в валюте. Понятно, что, видимо, речь не идет про валюты недружественных стран, доллар, евро, иена и так далее. Но вот он, допустим, хочет инвестировать в валютах дружественных стран и хочет инвестировать так, чтобы не попасть на инфраструктурный риск, то есть на риск того же Евроклира. Куда ему идти, не знаю, идут ли куда-то ваши клиенты, ну вот там, мы недавно от одного из подписчиков Севон получили вопрос, не подскажем ли мы ему, как купить индийские госбумаги. Ваши клиенты идут в какие-то подобные инструменты или пока нет? Знаете, я бы здесь ответил, что у нас, тут не будем сравнивать сейчас и три месяца назад, потому что три месяца назад это было ноль, сейчас существенно большое количество людей, у нас сейчас очень крупные суммы ликвидности, которые лежат под сделку или после сделки. Если раньше люди конвертировали, это имеет взгляд на какую-то валюту, конвертировали этого доллара, сейчас конвертируют в юане. При этом пока с точки зрения, если мы возьмем статистику, то статистически здесь история по конвертации и покупке в юане, это пока для самих инвесторов это пока что-то новое, что они делают не совсем каждый день. И пока для них это скорее привыкнуть к первому шагу, после которого уже сделать шаг-два. То есть пока история о том, что купили юань, уже неделю сижу в юане, давайте выбирать банды суверенной китайские или какой-нибудь муниципалитета, или давайте посмотрим, есть ли банды у Али-Бабы или у еще кого-то. Пока вот до этого мы до этого пока находимся в одном шаге, но на первом шаге уже очень много кто. Поэтому в этом плане придем ли мы к этому, пока по тому, как идем, придем однозначно. А насколько глубоко мы туда придем, то есть когда мы сделаем следующий шаг после суверенки, мне сложно сказать, но я думаю это вопрос какого-то достаточно прогнозируемого количества времени. А пока сейчас однозначно история по конвертации ликвидности в валюту имеется в виду в юане, она безусловно идет. И достаточно активна. Это мы и по биржевым торгам видим, и кроме биржевых торгов мы это видим просто по транзакциям наших клиентов, которые переводят в юане ликвидности. Еще добавлю, что основной вопрос формируется на российские еврооблигации ввиду того, что человек, который достаточно долгое время покрывал нашу глобальный портфель еврооблигаций, и вам скажу, что те удовлетворяющие оттоки и снижение цен по всем суверенным полугусударственным компаниям развивающих стран, они беспрецедентны, и по сути сейчас самое интересное, что российские еврооблигации это своего рода после жуткого падения и снятия агрегитации, а это по сути единственный инструмент в долговом пространстве, который показывает не то, что такие высокие темпы, но и перспективы дальнейшего роста. Поэтому это во всяком случае отбрасывает брать на себя дополнительные риски уже даже в классических инструментах, даже будучи они индийские суверенные или китайские, потому что они все подвержены имея динамике валютных ставок, общей глобальной мировой волатильности. А наш российский рынок, который уже впитал в себя самое худшее, что возможно могло быть, он живет уже своей жизнью и выстраивается исходя из того, что мы говорим. И от доходности крайне независимы. Да, уже зависит от других факторов. Да, ну, в порядке небольшой саморекламы хочу сказать, что данные по индийским и по китайским и по всем остальным мировым облигациям вы, конечно же, можно найти на сайте Сибонс. У нас полное покрытие по внутренним рынкам всех стран мира, поэтому можете так же, как вы работали с российскими бумагами, так же точно скринить и выбирать индийские, китайские и какие еще угодно бумаги. Давайте перейдем к вопросам, которые нам задавали в ленту. Значит, так, на один мы ответили про сегодняшний релиз от СБ. Так, самый первый вопрос. Иван Морозов спрашивает, можно ли через ITI купить ОХЗ по 20% на Гипре или в другом офшоре, а потом зачесть в НРТ? Почему кому-то разрешают такие операции, а кому-то нет? Знаете, я не знаю, кому, кто умеет зачислять в НРД ОХЗ, купленные в Евроклир. Наверное, раз Иван Морозов говорит, что такие есть, такие есть, я таких, честно говоря, не знаю. Здесь по ОХЗ есть достаточно интересная история в целом, пока, опять же, может быть, уже есть, но я пропустил эту историю. Это достаточно любопытная вещь, которая у нас 14 июля, федеральный закон, который про замещающие, и там пятая статья про то, что вы можете принудительно переставить в Россию бумаги российских эмитентов, а у нас из всего евробондового рынка российские эмитенты только в Суверенке, потому что все остальное оно через SPV в разных юридикциях. Вы можете принудительно переставить, для этого вам нужно собрать определенный комплект документов, прийти, показать, что вот у вас есть, там не обслуживают, и вам принудительно это переставят сюда. Это, соответственно, с точки зрения ОФЗ, с моей точки зрения должна быть самая простая механика, потому что по ОФЗ у вас бумаги хранятся в НРД, а в Евроклир как одно из мест, где он хранится, и, наверное, как-то теоретически можно оттуда сделать минус 10 бумаг в Евроклир и плюс 10 бумаг в НРД начислить человеку. Соответственно, вот этот механизм, сейчас посмотрим, как он будет работать, и он позволит принудительно переставить. Просто так переставлять, опять же, я не знаю, кто и как это может переставить, но такой механизм он есть уже в форме закона. Если такой механизм есть, в общем, получается, что так можно? Он вышел 14 мая, ой, 14 июля, при этом это не механизм, это как бы так, придите, ну, в основном, придите, пожалуйтесь, скажите, что вот у меня там есть, но мне не дают, пожалуйста, переставьте сюда. В рамках этого, я не знаю, ни об одном случае, чтобы уже переставить, в рамках именно вот этого закона, но допускаем, что как-то этот механизм работает. Соответственно, ну, это вот самое интересное сейчас с точки зрения большого, большого рынка, большого актива, суверенка достаточно, большой рынок, по которому определенное количество бумаг оттуда может прийти сюда, потому что они, наверное, единственные, кто не был никак затронут никакими разговорами, указами, ничем за последние три месяца. То есть проблема, решение проблемы неполучения купонов по ОФЗ в Еванклир, она по факту никем не, ее не было на повестке, потому что там существенно меньшая часть ОФЗ находится, никаких рисков по дефолту тоже нету, потому что мало держателей. При этом вот сейчас есть такой механизм. Как он будет работать, посмотрим, действительно достаточно интересно. Спасибо. Так, следующий вопрос с перспективой ПИФов, ориентированных на Евробанды, в частности ПИФ Сбера. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, тут как бы про обратную сторону медали разговор, о том, что было много ПИФов на Евробанды, нероссийские Евробанды, и, соответственно, они попали, потому что в обратную сторону тоже не работают, и, соответственно, по сути, этот портфель, который сформирован, он не обслуживается, в части, не российской части. Скорее всего, вопрос именно на проект. Мне кажется, мы с вами на первом вебинаре этот момент обсуждали, что мы здесь решаем вопрос наших Евробандов там, потому что у нас там существенная часть. Мне кажется, мы тогда приводили пример то ли мексиканцев, то ли бразильцев, у которых из выпуска может быть в России, в Российской, в НРД заведено 2% их всего выпуска. эмитент может даже не подозревать о том, что у кого-то есть такая проблема. Наверное, здесь скорректнее говорить о том, что нужно смотреть состав портфеля, который есть в данном фонде, и дальше вопрос коммуникации с непосредственно этой управляющей компанией, у которой должна быть какая-то точка зрения по тому, как они планируют этот вопрос решать. пока я на новостях каких-то на эту тему не знаю, эмитенты с той стороны решали проблематику застрявших активов в России. У западных этиевых, если брать JP Morgan самый крупный, или Бакланские фонды, они, как правило, по рандуму не превышали 2%. Доля России именно суверенная и такие high-grade, не ниже инвестицион на тот момент, они в совокупности должны были быть не выше 2% от суммарной стоимости активов самого ТЕР. изначально было ограничено, естественно, они сейчас частично сидят, что-то распродали. Смотрим, много у нас вопросов именно про ОФЗ. Еще один вопрос Андрей Пилеев спрашивает. В чем разница в рисках приобретения ОФЗ и валютах про облигации в Евроклее? Мы допускаем, что вопрос про ОФЗ в Евроклее тоже. Да-да-да. Знаете, давайте просто тут, наверное, вопрос даже не совсем про риски, здесь есть несколько аспектов. Аспект первый, ОФЗ, наверное, сейчас самый сложный для покупки активов. Я сейчас не говорю про санкционные истории, которые, очевидно, сложные. Кого-то крайне тяжело сделать сделку с санкционной бумагой. С ОФЗ тоже достаточно сложно делать сделки. Именно сеттлмент, расчеты, перестановка между депозитариями. При этом есть брокеры, депозитарии, которые могут принимать ОФЗ, но там требуется достаточно большое количество сопроводительной документации, в рамках которой оба участника требуют друг от друга максимально детальное раскрытие всего на свете, что можно, чтобы убедиться, что ни с одной стороны нету никого санкционного. Поэтому это просто механически очень сложная история. Но если мы говорим про то, что это можно сделать, вот у человека есть брокер, неважно, сейчас мы не говорим там мы, не мы, неважно, просто есть брокер, который ему дает возможность купить как ОФЗ, так и что-то иное. То первый момент, который есть, это в том, что по ОФЗ на данный момент единственная механика по получению обслуживания и соответственно просто по получению денежных средств по этому выпуску от эмитента, это то, о чем мы сейчас говорили, принудительно перестановки его ОФЗ, в рамках которого нужно этот механизм сделать. При этом практически пока как он работает мало есть ответов. Соответственно, у вас есть речь, что он как-то не работает. Опять же, просто потому, что механизм новый, прецедентов пока нет, рельсы еще не построены, как-то он работает. Как он работает, вопрос непонятный. При этом и непосредственно в этом законе написано, что если объем предложения будет превышать выпуск, то принудительной перестановки не будет, потому что можно задвоить, затроить один и тот же объем. Соответственно, вот как бы у вас риск ОФЗ. Второе, у вас есть риск несанкционных бумаг, у вас по факту один риск, что они станут санкционными, это первое. И второй важный момент, который есть, и здесь его тоже нужно учитывать, с тем, что не все западные, в данном случае мы говорим не про владельцев, а именно про то, где находится инфраструктурно, и все западные депозитарии, которые принимают российские бумаги, будут вам, как российскому резиденту, начислять купон. Это тоже важный момент, который нужно учитывать. То есть, эмитент заплатил, Евроклир дальше отправил депозитарию, а депозитарии вам не отправил, потому что у него есть отдельное требование от Евроклир, дальше не отправлять, чтобы избежать того, что вдруг он отправит в Россию, а тут кто-то санкционный. Поэтому здесь момент, который просто нужно уточнять перед тем, как вы покупаете, нет ли таких ограничений. А так у вас все достаточно просто. У вас сейчас несанкционные бумаги стоят ниже 50, я не видел уже это, как раз, недели две, вообще ничего не было. Все в основном 60-е далеко плюс. Мы сейчас говорим примерно про что-то с погашением, там, 26-й год не особо дальше. Особо дальше может чуть ниже. А ОФЗ, если вы найдете, вы, наверное, сможете найти за 30, ну, плюс-минус. Кто-то за 25, кто-то за 35, опять же, объем, кто продает и так далее. Вот у вас разница в два раза. Здесь дальше мы возвращаемся к тому, с чего мы начинали. Вы агрессивный инвестор, который покупает существенный риск заострять надолго и не получать купоны долго, пока вопрос как-то решится, или вы скорее из той категории инвесторов, который говорит, мне повышенный риск не нужен, там, 18-е, 20-е, 22-е доходность годовых мне очень устраивает. Я лучше куплю одни санкционные истории и буду спокойно получать купоны. Тут вопрос отношения к риску и, соответственно, требования по доходности. Я бы добавил еще до ФЗ. Мне кажется, просто здесь российский закон идет в обход Евроклира, и это чем-то напоминает то принудительное расконвертацию, которая была с расписками. Но эта расконвертация не могла работать, пока сам Евроклир, после того, как НРД снял доп. комиссии, не разрешил проводить расконвертацию до 14 августа и, возможно, ее еще продлить. Здесь такая же тема. Я не совсем понимаю, как возможно вообще переставлять бумаги, если Евроклир откажется это делать, не будет способствовать. И еще также, если наезд здесь задействован сеттлумент западных банков, здесь тоже могут быть определенные риски. Поэтому это, мне кажется, не протокная дорожка, которая не имеет пока еще технических оснований, а базы. Поэтому она может быть крайне рискованной. Но отсюда такие цены. Но при этом надо признать, что ФЗ месяца 3 назад стоили по 7-10% номиналов. Поэтому они с одной стороны выросли очень сильно, с другой стороны продолжают быть невероятно большим дисконтом. Но, опять же, дисконт в данном случае достаточно понятно, откуда он велся. Спасибо. Ну и еще по ФЗ спрашивают, можно ли получить выплаты по ним каким-либо образом, не заводя их в НРТ. Но, насколько я понимаю, пока такого механизма никакие присажения нет. Так, еще один вопрос достаточно объемный. Илья Ханин пишет. Если я правильно понял информацию с первого вебинара, то главная идея покупки евробандов в Евроклик это получение замещающих бумаг. на практике мы видим, что многие эмитенты из последних полюс смогли собрать необходимое количество голосов для внесения изменений в эмиссионную документацию только по тем выпускам, где доля резидентов, российских резидентов высокая. То же касается, например, Эпита. Но по тем выпускам, где доля локальных участников ниже необходимого порога, а таких большинство, замещающие бумаги не выпустят. И остается только платить и в НРД, и в Евроклик. А значит, платить дважды. Вопрос. Смысл покупать евробанды там? Ну, как я понимаю, речь о том, что, чтобы выпустить эти замещающие, то есть, если выпустить замещающие евробанды, но, как бы, поскольку Евроклир все блокирует, то, по сути, надо платить и Евроклир в полном объеме и владельцам этих замещающих бумаг. Там не совсем так. Можно я поясню? Я категорически прошу прощения, позвольте, я начну, потому что там отсылка к первому вебинару и дальше передам передам вам телефон. Короткий ответ нет. Идея первого вебинара была не в этом. Я напомню, на первом вебинаре мы о чем говорили, о том, что, если идея купить, получить замещающие облигации, то уже ее реализовать крайне сложно. Почему? Потому что, как сегодня не раз говорилось скандарт, замещающие облигации, это история про санкционные бумаги. Соответственно, санкционные бумаги, что сейчас, что три недели назад их купить и сделать расчеты с этим, он категорически сложно. В теории это можно очень успеть, с тем, что по Северстаре объявили окно возможностей. Месяц можно им поторговать еще. Дальше ММК включили, но тоже месяц есть. Но, по сути, о чем мы говорили на первом вебинаре, о том, что для держателей бумаг санкционных, которые были у людей в Евроклир, первые три-четыре месяца была самая плохая ситуация. Это бумаги, которые стоили по пять, семь, десять процентов от номинала, с ними ничего не происходило, выплаты шли суда, и было понятно, что оттуда никто за ними не придет. История с замещающими, она в первую очередь решает эту проблематику. Соответственно, это не инвестидея, а это те, кто владел санкционными и был мимо купонов всегда, в последнее время. Он, соответственно, получит замечающий, дальше у него эта история просто перестанет переставиться. Поэтому здесь история, в первую очередь, про это. Второй важный момент, который есть, о чем мы говорили тогда и сейчас. идея очень простая. уже тогда и сейчас несколько отдельных групп. В каждой из этих групп есть определенный инвестиционный тезис. И дальше вы либо разделяете этот инвестиционный тезис и идете в эту группу, либо вы не разделяете ни один инвестиционный тезис, не идете ни в какую группу, либо вы говорите, я разбираться не хочу, но чувствую, что где-то что-то точно будет в порядке и берете по чуть-чуть каждого. У нас итогу есть суверенные бумаги, по которым механика понятна, регламент есть, соответственно, вы говорите, хочу суверенку, потому что Минфин сказал, буду платить вот так, покупать российский брокер, буду получать купоны, раз, два, три, с этим все понятно. Пошли, соответственно, и смотрим на суверенку. Она пока покупается, с этого у нас проходят, сделки по ним тоже проходят. История вторая, когда вы говорите, я не хочу ни с чем связываться, буду покупать бумаги в Европе. И мы с вами как раз, мне кажется, тоже обсуждали, когда у нас был первый вебинар, тогда был кейс с Сибуром, по которому мы как раз не могли точно сказать, что с ним будет, потому что к этому моменту он как раз шесть дней как выплатил, как выплатил, туда со сдачей. Действительно, в этом случае у нас сейчас есть проблема у эмитентов тем, что для многих из них стоимость долга выросла пропорционально тому объему бумаг, которые у них есть в НРД. Если у них в НРД 20% в держателе, то, соответственно, условный купон в 5% превратился в 6%, потому что они вынуждены отправляют 100% денег в Евроклир, отдельно отправляют деньги в НРД. Евроклир, соответственно, этот хвостик когда-нибудь, наверное, как-то его все получат обратно. Но действительно, такой момент есть и стоимость обслуживания долга увеличилась. Это одна из тех вещей, которая стоит за тем, о чем Эвикандер говорил в начале, что есть эмитенты, которые уже инициировали и могут инициировать процесс по выкупу, потому что, первое, вы когда выкупаете, вы, соответственно, лишаете себя прекрасной возможности обслуживать долг дороже. Второе, пока у вас там бумаги еще стоят на дистресс уровнях, вы можете выкупать их не просто по 100%, всем добрый день, выкупаем по 100%. Вы можете сделать оффер о том, что я там выкуплю по 80%, по 90%. По ценам сильно ниже. Инвестор идея очень проста, и я понимаю, что многие слушатели, даже у меня, занимаясь бандовым рынком с 2010 года, когда я еще пришел к в Кромсервисбанк, происходит дезонанс, не всегда некоторые вещи, воспринимая правильно, особенно сейчас сложно переваривать информацию до того, что она даже бывает частично нелогичной и неестественной, но главное, что наши слушатели должны сделать вывод, это такой обычный двухэтапный ход событий. Вы сейчас покупаете приоритетно несанкционные бумаги, отдельный список можем переслать Полис, Газпром, Лукойл, Фосагра, даже Домодеду туда входит, Еврахим, и соответственно, и пытаетесь випилком МТС. Соответственно, и ваша задача, что как можно сесть быстрее в этот уходящий уже поезд, да, купив там хотя бы по 60-70 уже неплохо, потому что к номиналу, скорее всего, вы там через пару месяцев придете, и свои там 30% переоценки точно заберете сразу в краткосрочную. Дальше вторая идея для тех, кому уже неинтересен этот спред, который существенно уже сузился, это купить санкционные бумаги, санкционных эмитентов с идеей на то, что это будет дальше перепаковываться через замещающие облигации, это дальше будет, что все купонные платежи, которые у вас уже приходят на счет С, разблокируются, вы их получите, и, исходя из этого, цены по санкционным бумагам и на фоне растущего процесса замещения облигаций потихонечко, как и в случае несанкционных, потянутся хотя бы к номиналу, а дальше уже к ценам, которые в НРД. Вот и все. У вас, соответственно, две опции, исходя от вашего аппетита на риск. Да, ну, естественно, в портфеле и доступности данных в лице бумаг, потому что они еще мало недоступны, все несанкционные. Спасибо. Ну, вот, как раз еще один вопрос у нас про выкуп. Дмитрий Атамонович спрашивает. Здравствуйте. На днях Лукойл объявил о желании выкупить все свои облигации за пределами НРД. Как вы считаете, реально ли это? Ведь для погашения необходимо договариваться со всеми держателями. И чтобы избежать внешнего дефолта и распродажи внешних активов, им достаточно агрегировать у себя более 75% бумаг. Так вопрос. В пресс-релизе указали, что договариваться будут с каждым держателем индивидуально. Какую стратегию в переговорах рекомендуется миноритарному держателю? Заранее спасибо. Ну, то есть, условно говоря, если у человека есть вот эти вот евробанды Лукойла во внешнем контуре, то что ему делать? Продавать? Все очень просто. Все зависит от цены. Я быстро отвечу. Все зависит от цены. Безусловно, да, трижды, да, если они начнут выкупать по номиналу, учитывая, что сейчас сколько в районе 70, да, уже стоит? Но Лукойл изначально был самый дорогой. Да. Они с ГМК были всегда ГМК и ВИО. Сейчас в районе 70, соответственно, они должны как минимум предложить по 80 выше цены, по которой реально что-то купить. Если будет выкуп, скажем, с небольшой премии и ниже номинала, то я бы советовал держать, потому что к номиналу они, безусловно, придут. Дальше надо смотреть. Потому что, как правило, у многих еврооблигаций российских корпоративных недавно смотрел, ну, в среднем топовые цены исторические где-то в районе 110. Понятно, что Россия 28, это 160, это немножко другая тема. По корпоратам там где-то в районе 110, 115, это потолок. Поэтому стоит такая номинал, это хорошая ориентировочная стоимость, к которому они должны прийти. Поэтому задача, да, однозначно, да, если по номиналу, если чуть-чуть больше текущей цены, то надо подумать, скорее всего, можно отказаться и поддержать. Я знаю точно, что 25 процентов это минимальный курум, который необходим. 75, это надо смотреть, но, скорее всего, для обратного выкупа, да, вероятно, всего 75 процентов. Новость, естественно, хорошая. Я думаю, что сейчас сами инвесторы и вот этот момент, он ценовой момент, он сам загонит ее к номиналу и, скорее всего, лукойл будет вынужден сам выкупать по номиналу, потому что, естественно, инвестор заложит ту цену, которую они хотят выкупить. на счет номинала, смотрите, мы сейчас имеем абсолютно беспрецедентную долларовую инфляцию, то есть инфляция в долларовой зоне сейчас порядка последнюю цифру, которую я видел, год в году 9 процентов. Соответственно, при девятой инфляции бумаги с купонами в районе 3 процентов, сколько там у вас средний купон, но так себе инвестиции. Поэтому на счет номинала, мне кажется, здесь переоценка, здесь переоценка, вот вы зашли там, условно, если даже зашли в средний поезд, там, по 50, продали по номиналу, вам этот купон, этот купон нужен, это история для тех, кто-ля депозит ищет, лучше, чем доплачивать за то, что вхранили ваши деньги. Это уже история пенсионного горизонта, я здесь говорила именно спеглютивно-тактических движений, которые можно ловить. Я здесь еще добавил, то, что, с одной стороны мы говорим о чем, о том, что 3 процента купона это мало, а бумага стоит, например, 70, уже не 3, уже чуть побольше, но все равно немного. В среднем, наверное, лукойлы сейчас торгуются 12, 13, 15 годовых, не сильно выше. Вопрос, если вы не отдадите по 90, мы опять сейчас фантазируем, по какой цене будет выкоп, не отдадите по 90, скажете, хочу только 100, окей, вы до 100 сколько будете ждать? 2 года, 3 года или 4 года? Здесь вопрос датовой тоже очень важный, почему? Потому что, если у вас выкупят по 90 завтра, то на рынке есть много чего за 70, за что можно просто переложиться. Соответственно, просто поторговать, продав то, что у вас стоит 70, за 90 переложившись дальше. Если я митян скажу, что я выкуплю вас по 90, но деньги пришли через 28 лет, то, наверное, тут вопрос уже цены не сильно важен, срок большой. Поэтому здесь вопрос принципиально важен не только цена, но и тогда, когда эти деньги вы получите, исходя из того, чтобы прогнозировать, а что тогда можно будет в этот момент времени, во что можно будет приложиться. Еще важный момент, что эта история убивает дивиденды для рукола в ближайшие два года. Я как раз считал, они в среднем платили где-то по 3 миллиарда в год. Поэтому это чисто становится бандовой. тема. Спасибо. Еще раз спрашиваю про ОФЗ. То есть, в принципе, то, что вы говорили, что с валютной суверенной еврооблигации где-то суверен под 60, ОФЗ по 30, и то, и другое санкционка, но разница в два раза. Ну, в общем, я так понимаю, все-таки задающий вопрос, Андрей Беляев хочет еще понять, есть ли смысл эти ОФЗ по 30 евроклерия покупать. В принципе, мы уже это довольно подробно обсудим. Можем еще раз коротко попробовать. Коротко. Давайте попробуем коротко. У вас есть суверенка, по которой есть алгоритм получения купонов, которые платят тут, есть алгоритм. По ОФЗ алгоритма нет. Если у вас бумага там, вот первая достаточно большая, кому-то кажется существенной разницей. Соответственно, у вас ОФЗ просто бумага, которая просто лишит, ничего не приносит. Сейчас проработали подробно, насколько подробно, как это может работать, вопрос уже экзекюшена. Механизм по тому, как принудительно можно переставить. Если принудительно получится переставить, это будет одна из нам лучших идей с точки нереализации. Если нельзя будет переставить. Это по 30 купил переставил. Да, по 30 купил переставил сюда, по 100 продал. Просто волшебство. Если по 30 купил, не переставил и оно осталось там, потому что в основном там оно действительно у настоящих недружественных резидентов. Потому что дружественные в основном там не покупали ОФЗ. Если оно не получилось переставить и оно осталось там, вопрос кроме вас, кому оно там еще будет нужно. Вот соответственно. При этом с точки зрения, если вы сможете это купить, то там с моей точки зрения, это отличная инвестиционная история. С какой точки зрения? Вы покупаете что-то, что стоит 30, наверное, в худшем случае всегда за 10 или за 5 у вас кто-то это купит. Соответственно, внизу у вас 20 фигур, наверх у вас 70 фигур. Вопрос вероятности того, что получится, это как-то сюда переставит. И здесь с ОФЗ как раз история, она максимально похожа на пару месяцев назад со всем остальным рынком. Есть гипотеза, что вопрос как-то решится. Тогда у нас первый раз пошли в публичную историю про замещающие облигации. О ОФЗ есть в законе написано, но там одна статья, которая два абзаца. Ну, прям два абзаца. Механика, действия, детали, там этого нет. Это основывали бы делать ставку, что они будут работать и понятно все, либо нет. И очень напоминает историю с санкционными эмитентами еврооблигации, чьи цены очень достаточно медленно двигаются. Я считаю, что это достаточно долгая история. Долгая история. И в отличие от суверенных еврооблигаций, где есть понятный механизм, где есть выплаты, где все поступает на счет и так далее. Здесь ни выплат, ничего, ни никаких ясностей. Важный еще такой момент, второй вопрос, действительно важный, что это, если мы сейчас убираем санкционные бумаги, одна из самых тяжело двигаемых бумаг. То есть, ОФЗ, купив через брокер X, вы, скорее всего, с этим брокером X на всю жизнь будете за этой бумагой сидеть и будет крайне тяжело ее переставить куда-то, на брокера Y, иного соседа по месту юрисдикции или в какую-то другую. Но, опять же, здесь 30 покупок, цель 100. дальше каждый сам решает. Так, спрашивают про Евраз и Вион. Эти бумаги тоже предлагались к покупке в Евроклир, но они под указ 430 не попадают, так как ни российское юрлицо, ни доли держателей, доли держателей ВНД как умитентов из Мексики. Здесь тогда какой смысл? Да, как раз в этом есть смысл. Если я самочель же говорил, эти тот факт, что эти эмитенты стабильно платят валюте через Евроклир, это вообще просто стопроцентный вариант, потому что они должны платить в рублях, они не подчиняются этому закону, поэтому эти бумаги будут органически расти, и Евраз, естественно, Вион будет выполнять свои обязательства, потому что у них практически весь бизнес ориентирован зарубежный, и он вообще полностью на 80%, Евраз большая часть Европы, имея там же свои активы, поэтому для них это вообще первостепенно, это как раз по сути низкорисковые эмитенты среди несанкционных, так можно сказать. Какой есть смысл брать их, там, что он сейчас не разговаривает. Мне кажется, все-таки политические такие, дарвистские, плюс металлургия, сейчас не очень хорошо себя чувствовать. это да, это да, но у них достаточно киша, чтобы закрыть свои небольшие обязательства по отношению там стопная беда, у них там ничтожно мало. Напомню, что они были вблизи сонного рейтинга, чуть не войска агентства тоже было до того все началось, потому что действительно были очень хорошие финансовые показатели. Ну, это и в разном случае. Ну, продолжается такая дискуссия с Андреем Беляевым, он еще спрашивает, что указ по валютной суверенке, но гнятного алгоритма, который только прошел по валютной суверенке, пока нет. Той самой механики. Во всяком случае, не видел еще ни одного брокера, который бы кто-либо открыл считать и погиб. Ну, я думаю, что, как обычно, если эта механика вот уже прямо будет и будут прецеденты, то в Евроклере будет не 60, а будет 100, и спрэк к внутреннему контуру он практически до нуля упадет, потому что сейчас как раз-таки 60, потому что вроде как указ есть, но еще до конца никто не понимает, как это все работает. Я просто добавил, что, во-первых, объясните слушателю, что купоны платятся два раза в год, а если мы помним, помните, когда была интрига, все чесали репу, заплатят Россия или нет, это был как раз, помните, март-апрель, и как раз это был первый купон и платеж в году, соответственно, вы должны от этого прибывать еще полгода, соответственно, надо посмотреть, по-моему, ближе к сентябрю, к тюрю, следующий платеж, как раз который будет уже работать с указа президента от 5 июля, соответственно, на счет и должны будут прийти не поступившие тогда в валюте через евроклир, когда была лицензия аннулирована, и, соответственно, новый платеж последний в этом году, поэтому чисто тут временные как бы еще параметры они подошли. Так, ну что, насколько я вижу, мы, в принципе, круг наших вопросов исчерпали, там уже не будем тему СФЗ обсасывать, я думаю, Андрей, вы вполне сможете тогда с Патчетуром и с Эскендером связаться напрямую и с ними обсудить, я думаю, что это тянет на такой телефонный разговор. Спасибо огромное, было очень интересно, такой прям как бы интересный апдейт, посмотрим, как будут развиваться события, думаю, что вполне возможно будет у нас еще раз на эту тему побеседовать, скажем, где-нибудь в сентябре-октябре, потому что тогда, наверное, вот как раз такие ясности станут больше и появятся те самые как бы кейсы, уже появится отработанная механика перестановки, валютных бумаг появится возможно вот то, о чем рассказывала возможность принудительной перестановки ОФЗ, естественно, в этом случае те, кто сейчас купит по 30, они будут в очень-очень большом шоколаде. Вот, спасибо и до новых встреч! Субтитры